Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. Вот сегодня уже суббота. Вот такая хорошая у нас погодка. Пять часов вечера. Девчонки, мне так хорошо сегодня. Решила к вам подключиться, немножко с вами пообщаться. Сейчас глянем и ягоду заодно. Что тут у нас спеть начинает смородина. Да, вот смородинка, видите? Вот такая крупная. Но не скажу, чтобы много. Все в зелени. Кисленькая. Девчонки, вчера, позавчера была погода жаркая. Я не выходила из дому. Отлеживалась. И ничего не делала. Вязала. Вчера мне уже полегчало. Я сейчас травку вам покажу, свою муравку. Вот зелень, какая у нас, видите? Все-все зеленью. А с южника вон что тянет. Облака опять. Небо серое затягивает. Непонятно, что будет. Не знаю. Но сегодня очень хорошая погода. Для меня прохладно. Вот такая ягода. Ну, мало, я смотрю, здесь мало ее. Туда не ходила. Там красной много было. Солнце хочет вылезти. Сейчас пойдем на мою скамеечку. Я там присяду и с вами пообщаюсь. Ну, вот, девчата, я села на качелю. Всем-всем мои хорошие привет. Я уже выгляжу более-менее нормально. Уже не такая бледная и страшная. Вы знаете, ну, два дня я лежала, девочки. Просто лежала. Особенно первый день. Я вообще ничего не делала. Вот сидела. Не готовила ничего. Ни по дому, ни по огороду. Восстанавливала свои силы. Ну, видать, меня предупреждает мой организм, что не хватает так много работы. Этого делать нельзя. Вообще, вообще, врач мне запретил физическую работу. А я, видите, все еще туда ныряю. Надо забыть за это. Просто забыть. Сготовила, кушайте, сиди, вяжи. Правда, девчата? А я что-то никак с этим не смирюсь просто. Ну, два дня не выходило практически. Вчера вечером, девчата, я вышла, подышала вот здесь во дворе и все. День был жаркий. А сегодня с утра прям такой денек хороший. Был не жаркий, ничего. Вера выспалась. Я говорю, Вера, пойдем сходим на Китай-город. Я рассказывала вам, что у меня поттер, когда закрываешь крышку, и вот там начала крошиться вот эта уплотнительная часть, она от пара, видать. Ну, что-то там не так было сделано. Я сейчас буду вам показывать там и покажу, в чем моя была ошибка. Не надо было мне такой поттер покупать. Надо было брать с прокладочкой такой, ну, как бы капроновая она. Ну, фиг с ним. Он работает, все, но вот эта прокладка, утеплитель, она крошится, ой, простите, она крошится, девочки, и вот эти крошки падают в воду, то есть кипяток, неприятно. ну, и как пить чай с этими крошками. Пошли, прошлись по Китай городу, народу сегодня очень много, сегодня же суббота, девчата, народу много, везде очередь. Прикрывай, дочь, прикрывай, а то кошка ходит. Вот, кошка чужая заходит, а там у меня все на столе лежит. Я взяла и дверь на кухню пока закрыла, маркизик вышел, поел, пошел гулять. прошлись по поттерам, девочки. У одного цена там 1200, другой 1300. Были беленькие поттеры, как у меня, потом был черненький такой под сталь сделанный и был красненький поттер. Я говорю, пойдем, Вера, туда зайдем в сам павильон, там две женщины торгуют у них свой бутик и у них посуда, я там всегда покупаю все. Пришли к ним, у них стоит один поттер одного цвета, я говорю, какая цена? Она говорит, 1400, я говорю, ой, я сегодня у вас не буду покупать, там дешевле, мы пойдем там купим. Ну, вернулись к парню, вернулись к парню, я говорю, поттер почему? 1300, я говорю, как 1300, ты же сказала, 1200, да бери по 1200, я говорю, ну, давай посмотрим, он красненький поттер. смотрю, говорю, проверь мне его, он его проверяет, девчата, я открываю сумочку свою, сейчас, говорю, рассчитаюсь, перевод надо оформить на телефон, открываю сумочку, а моего телефона нет, я говорю, да боже мой, Вера, говорю, а где мой телефон, она говорит, у тебя в сумке, я говорю, нету телефона, пришлось ребенку идти домой, я там стояла, а, у меня, вернее, я ей покупала там шаурму за 200 рублей, она съела ее, и мелочь там у меня была, мы купили еще два Вера, и у меня в кармане осталось в сумке наличка 1150, а он мне его отдает поттер за 1200, я достаю, говорю, у меня 1150, он, да бери, я говорю, нет, я так не могу, 50 рублей должна, не хочу быть должна, Вера пошла домой, пошла домой, принесла телефон, я доплатила ему уже с телефона эти 50 рублей, ну и пошли, заказали опять себе, я говорю, что-то вкусная шаурма, хотя я не люблю, девчата, а это такая прям, ну, хорошая, говорю, пойдем возьмем еще с тобой по шаурме, и к Саше пойдем, у Саши очередь, за картошкой, картошка, девчонки, старая была 65 рублей, 80 рублей, а молодая была что-то 120, и 140, и 100 рублей, ну, я там кое-что отоварилась, ой, в общем, взяли, все купили, и Саша, говорю, дочь, а он говорит, а где дочка, я говорю, дочка побежала домой, телефон, говорю, забыла, платить нечем, а он говорит, да я б тебе отдал, так, без денег, домой пришла, вон мой телефон, запиши, и заплатила бы, видите, ну, у нас знает хорошо уже, да многие, многие продавцы меня, и дочь мою знают хорошо, и уже, как бы, и в долг даже дали бы, я говорю, нет, Саша, сейчас принесет телефон, мы купим все, и пойдем домой, и домой пришли, пришли домой, вот я села, сейчас вам покажу покупки, что мы купили, девчата, кофточки, хочу сказать, по кофточкам, кофточки я обе свои закончила, и перед тем, как идти на Китай-город, я постирала в машинке, и с лотоса, и с ализе, и с ализе, вот эту кофточку, ту и ту в машинке постирала, девчата, я все вещи стираю в машинке, выстирала, повесила, не знаю, она там высохла, не высохла, но висит, повесила, прямо на веревке, сейчас вам покажу, и пойдем смотреть покупки, девчонки, вот видите, я ее прям постирала в машине, и вот так повесила, я не боюсь, повесила, вот на прищепке, почти высохла моя кофточка, ветерок идет, сегодня, говорю, день замечательный, а эту вот так прям перегнула, и тоже повесила, я думаю, до вечера они высохнут, я отпарю, и тогда, девочки, я уже, скорее всего, видите, что там опять тянет, тянет, завтра уже, Вера меня заснимет в них, чтобы, возле своих березок, вот пойду, она меня пусть снимет, как они на мне сидят, эти кофты, вы увидите, и по каждой, по отдельности, я краткое МК выпущу, я расскажу, сколько набирала, сколько вязала, сколько ушло, вот от этой у меня осталось еще, что-то около 30 грамм, в моточки, но я не стала, я думала, резинку удлинить, посмотрим, если она, после отпаривания, не вытянется, сильно, длинно, то я, может быть, довяжу, вот те граммы, в резинку запущу, девочки, это я вывязала, практически, ну, там вот такой вот моточек, у меня остался, а так я почти все вывязала, вон мой красавец, видите, спал на крыше, вот, девчата, ничего не лезу в огород, видите, как были, вон трава полезла, как видите, трава ужасная, но сегодня я не думаю, если завтра будет, будет прохладненько, и нормальная погода, то, может быть, я еще пощипаю травку потихоньку, ну, чтобы не вниз головой стоять, а так, не буду, не буду, сама себе говорю, что не пойду, нельзя идти, пойдемте, будем смотреть с вами, что же я купила, девчата, я на кухне, сейчас вам покажу, что я купила, самое главное, мы купили два веера, зашли к этой китайке моей, лежу, у нее веерочки продаются, вот такие, девчата, о, какая красота, теперь я буду ходить в город, или куда-то, вот в Артем поедем, да, уже без веера, я никуда не выйду, взяла Вере и себе, сто рублей, у нас был где-то, веер, Вера его сломала, ну, сколько ему жить, но он где-то лежит, там вот просто надо вот тут сцепить, и он так тоже хороший, вот такие девочки, говорю, ой, красотища, и дешево, два штуки, сумку, и без них уже никуда не пойдем, ну, что я купила, сейчас, мои хорошие, я вам все покажу, вот молодую картошечку взяла, совсем вот выбирала вот такие, чтобы помыть ее и отварить, мы с Верой вот отварили на днях, поели, девчата, с таким удовольствием, а еще знаете как, отварить ее, также с маслом растительным, и пожарить отдельно сальцо, это будет вот такая вещь, это вкусно, и очень-очень вкусно, ну, вилок взяла, у меня лежит там, четверть вилка, вилок капусты, молодая капуста, вот взяла, хочу борщ сварить, Вера не любит, а я уже настолько соскучилась по борщу, что завтра я буду варить борщ, лук взяла, что-то Сашу спрашивала, лук по-моему где-то 50, 35 или 55, в общем цен девочки не скажу, взяла 3 цвеклины, вот молодой, взяла именно для борща, и морковку, морковку беру всегда немытую, мытую не люблю, она как-то не хранится, ну и вообще, что ее хранить, мы будем готовить, поэтому это все съестся быстро, и уберется, завтра будем варить борщ, в обязательном порядке, давно-давно не варила, девочки, у меня аж, уже тоска по нему, просто тоска, помидоры, помидоры всякие там, разные, цены дорогие, и конечно огурцы тоже разные, я взяла вот такие, 3 штучки, у меня Вера только ест, у меня нечем есть, ну это я на салат взяла, и вот такие девочки помидорки, помидорки сладкие, вкусные, вот тоже взяла, прям в такете, говорю, хватит нам, поесть, салат редиска своя, лук свой зеленый, это я нару, Вера набрала себе, печенюшку взяла, вот такую, я говорю, Вера, сладкое опять берешь, рука только прошла, девочки, взяла какой-то новый соус, не знаю этот соус, сейчас поближе вам покажу, вот такой, девчонки, вот такой, тут все по-китайски, не могу вам сказать ничего, но я вижу, что здесь мясо, значит это для мяса, Вера шоколадку, опять же говорю, лапши она себе взяла, и вот такой еще соус, я взяла тоже для мяска, видите, ну попробуем, попробуем, надо пробовать, потом определюсь, если понравится, то будем брать, а, и она взяла еще, вот такой бекон, лейх, говорю, Вера, ну ждала мальчишку, Сашка должен был приехать, они ремонт дома делают, она взяла друга, что друг придет в гости, они ремонт начали делать, менять крышу, стены там, что-то укреплять будут, полы, ну и они временно переехали отсюда, дома, а что-то не получилось, наверное, у него не приехал мальчишка, я говорю, ну увидитесь, другой раз, и поттер купила, девочки, вот такой поттер, он большой, видите, какой, на 6800, вот здесь, сейчас, мои хорошие, поближе, вот я вам прям близко, вот это вот, вот утеплилка, это же, закипает вода в нем, и, вот он внутри, он закипает, и держит тепло, но это тот же, как сказать, термос, и вот здесь, вот самая главная, вот эта вот штука, она, видите, она, ну, не объясню, ну как вот, вот такая вот, мягкая, вот видите, она, нету в ней, как резинка, вот, вот нашла объяснение вам, вот как резинка, девочки, вот такой надо брать, поттер, а у меня на том поттере, все, вот он открывается, заливается, сейчас будем заливать, чтобы вскипела вода, вот так он смотрится, чтобы закипела вода, слить воду, и только вторую, воду буду оставлять уже, для питья, а в моем поттере, сейчас, девчата, я его отключу, и вам покажу, ну вот, девчонки, а вот мой поттер, видите, что с ним случилось, шуруп отвалился, все, он свое отжил, и вот эта вот часть, вот она, она начала, вот, вот, где резинка, видите, она прям вот, начала крошиться, вот ее тут, ну как, что тут менять, вот она, видите, она все, пришла, в негодность, может быть, где-то и можно, вот эту вот часть поменять, я не знаю, если можно, но мне кажется, это не стоит, один шуруп выкинулся, второй шуруп выкинулся, вот эта вот часть, вся она, все, от кипятка, и вот она крошится туда, это уже поттер, только выкинуть, ну и девчонки, мы купили, вот две шаурмы, я вам покажу, сейчас, одна штука стоит 200 рублей, вот такая вот штуковина, ну вкусная, она вот еще теплая, я пойду сейчас чай налью наверху, и буду пить с чаем, и Веру позову, вот такие девочки, покупкой мы сделали, вот за поттер, я отдала 1200, да, что-то опять, то светло, то не светло, а в овощном, в овощном, что-то я отдала, ну 1100, по-моему, и потом еще за картошку 100, правильно, то же самое, 1200, а что купила, из овощей вообще, ну дорого, овощи, очень дорого, Китай не открыл, как сказать, границы, поэтому все дорого, телефон мой глючит, то темно, то светло, это оказывается, я сделала, ладно, девочки мои дорогие, видите, я вся опять вспотела, мокрая, жарко, очень жарко, пять часов, я, может быть, к вечеру еще к вам подключусь, у меня планы такие, в голове созрели, я хочу завязать еще одну кофточку на себя, и Кристине, наверное, сарафан, вот что-то сейчас, полазью по пряже, подберу, и вам обязательно скажу, сегодня готовить я ничего не буду, есть что есть, а завтра будем готовить, девчата, борщ, но вечером я к вам подключусь, обязательно, девчата, всем привет, вот сегодня воскресенье уже, я днем не подключилась, сейчас уже 10 вечера, на улице, так хорошо, тихо-тихо, не витрины, и вроде как даже тепло, я свет выключила, чтобы бабочки не летели, на веранду, пускай проветрится у меня, я с вами маленечко, поздороваюсь, вот, я вижу, юбочку, крючком солнца, ну, это будет, видать, сарафан или платье, посмотрим, пока вяжу юбку, юбка, когда свяжется, потом будет от юбочки вязаться вверх, вот, и что-то завязала, как бы, немножко большоват размер, ну, думаю, не стала распускать, оставила так, как он есть, на улице, как будто бы, туман, вдалеке, да, как будто бы, туман, сейчас немножко подышу, пойду чаю налью, попью чайку, и к вам сяду, покажусь, я вызывала девочки, сегодня скорую домой, уже в четыре дня вечера, вызвала врача, была скорая у меня, и потом вам расскажу, что и как, и вот после скорой, я уснула, уснула, Вера говорит, мама, ты очень долго спала, я говорю, да я что-то чувствую, что я прям, выспалась, так выспалась, хорошо, на улице ветерочек паду, хоть немножко, и лягушки поют, значит, завтра будет опять жара, но сегодня не было такой сильно жары, было, как бы, нормальная погода была, ни одной птички не слышно, спят, наверное, ночью, ничего не слыхать, никаких звуков, лягушек слышу, ладно, девчонки, пойду чай попью, пить очень хочется, и тогда приду сюда наверх, на веранду, подключусь, и с вами, немножечко пообщаюсь, мои хорошие, а то я обещала сегодня в прямой эфир выйти, но я не вышла, вот только, по этой причине, нужно пообщаться, чтобы никто не переживал, вот, все нормально, все хорошо, девчонки, к вам подключилась, на немножко, вроде бы, я вид божеский имею, с веером, видите, как хорошо сейчас, пошла попила, чаю, кружку себе принесла, но он горячий, пусть остывает, девочки, сегодня вот воскресенье, вроде бы так, и не жаркий день был, но вот, здесь в груди, все пекло, не проходило, вот это жжение, и девочки, моей дочери, старшая дочь звонила, мама почему-то скорую не вызвала, и Вера, маму вызывай скорую, ну, и я все же вызвала скорую, в 4 часа дня, вызвала скорую, они меня спрашивают, что у вас, я говорю, у меня, первое число, был в парке, это первое число, был приступ, там, видать, действительно, у меня не тепловой удар, а давление сильно скакануло, вот это вот, девчата, ну, я им сказала, что два стенда стоят, что операция уже, инфаркт был, и правда, скорая приехала, прям вот быстро, 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 два мужчина и женщина, сделали кардиограмму, давление у меня, девчата, скакануло 140, у меня же пониженное все время давление, а здесь давление высокое, хорошо, у меня карточка вон дома, вся полностью, карточка вот такая, сейчас вам покажу, карта, девочки, вот представьте, карта, это я еще не хожу по больницам, а вот такая карта, карта толстая, я говорю, я им объяснила, вот кардиограмму сняли, и сигнальный лист он мне оставил, для сведения участкового врача, но от госпитализации я отказалась, они сказали, что критического на данный момент ничего пока нет, давление мне сбили, побрызгали лекарство в рот, и какую-то таблеточку дали под язык, вот я полежала, он потом давление три раза мне мерил, говорит, ну потихонечку давление уходит, оно, говорит, опустится у вас сейчас, ну и сказали, говорит, часа два вы будете спать, поспите, физической нагрузки никакой, в общем, делать ничего нельзя, вниз головой нельзя, я говорю, я завтра схожу к своей врачихе, к участковой, а кто врач, спросили, ну я сказала, говорю, врач моя такая-такая-то, они говорят, дальше не говори, вы представляете, девчата, я говорю, я у ней была, она, говорю, даже карту мою толком не посмотрела, что вот я ей сказала, напишите мне холтер, напишите мне на УЗИ сердца, она, говорю, мне выписала, больше ничего, говорю, спросила, зачем пришла, я говорю, плохо я ей пришла, дальше, говорит, не говорите, ну в общем, я так поняла, что нужно искать кардиолога, более-менее хорошего, и переходить от этого врача, она мне ничего конкретно не поможет, она и в прошлый раз, вот когда мне делали вторую операцию, она же мне тогда сказала в глаза, у вас же есть знакомая, сходите к ней, пусть она вас посмотрит, к главному кардиологу Приморского края, я пошла, она мне сразу же положила на вторую операцию, срочно, в срочном порядке, думаю, а как же ты врач тогда, если я должна не к тебе обращаться, а к своим знакомым врачам, ну вообще, ой, ну, в общем, я говорю, я ничего не делаю, я только сижу, вяжу, они говорят, вот сидите и вяжите, а эта женщина еще говорит, я вижу огород, я говорю, ну я на огород не ходила, мне вот как было плохо, я говорю, даже, даже не выходила на огород, ходила на огород тогда, когда мне было хорошо, она говорит, не ходите, и надо было в парке вызывать не такси домой, говорит, о скорую, вот так, говорит, жизни мы теряем, на минуты может быть счет, я говорю, вы знаете, как-то я, вот я такая дура, девчата, мне все неудобно, думаю, да как, да чай, сяк, вот я буду тревожить скорую помощь, они мне сказали этот раз, никаких таких мыслей не должно быть, вызывайте скорую, скорая приедет сразу, вот, у нас, говорит, вызывают прохожие, к бомжам, бомж, говорит, лежит и вызывают, и мы, говорит, едем, приезжаем, а он спит, и мы ничего, говорит, сделать не можем, а тут, говорит, нормальный человек лежит на лавке, никто не подошел, я говорю, да, никто не подошел, абсолютно, ну, ладно, самое главное, что такого, ну, острого, ничего нет, ничего нет, дочь мне говорит, мама, надо было лечь в больницу, я говорю, нет, дочь, во-первых, как-то Верку оставить, она еще не самостоятельная, как я брошу девчонку, у нас ни собаки нет, ничего, дом огромный, мы на сутки живем, это тоже не дело, но дочка сказала, мама, если что, вызывай скорую, ложись в больницу, мы в этот же день сразу приедем к Вере, будем здесь, я говорю, ну, ладно, буду знать, ну, и врач тоже сказала, если что, вызывайте сразу скорую помощь, и уже на этот раз безоговорочно вы поедете на госпитализацию, я говорю, хорошо, я уже более так себя настроила на это, что если что, я ляжу в больницу, поэтому, девчонки, я сегодня, ни о каком эфире не думала, вы меня уже простите, но вот так вот со здоровьем, здоровье мое подкачала, конечно, за холтер, они мне сказали, что надо пройти УЗИ сердца, и холтер, это прям вот срочно, я говорю, да я завтра пойду к этой, к врачихе, я говорю, примет она вас, я говорю, ну, повторники приходят к ней, вот, после, после часа, по-моему, она ведет прием с утра, после часа идут повторные люди к ней, то есть без записи, я попробую пройти, как повторно, к ней, объясню ситуацию, я думаю, она меня уже посмотрит, ну, и врач сказала, что она должна мне подобрать таблетки, вот, насчет давления, и нужен тонометр, девочки, у меня тонометр, он, я сейчас покажу вам, какой, у меня, девчата, тонометр еще, вот такой, вот, одевается он, как бы, на руку, но он врет, видать, давно, правда, покупала, давно, вот так одевается, нажимается, на одной руке покажет одно, на другой, другое, и я точно давление не знаю, ну, зайду, куплю тонометр, они мне уже так объяснили, что вам без тонометра нельзя, вы, видать, не, ну, то есть, я не чувствую давление, и тонометр должен быть всегда у меня со мной, и при мне ходить, и мерить давление, и надо, чтобы она выписала мне лекарство, вот эту брызгалку, под язык брызгаешь, но только нужно сидеть, или прилечь, тогда только брызгать, ни в коем случае на ходу нельзя брызгать, может, плохо, потому что, говорит, голова сразу может заболеть, сегодня они мне брызгали, говорит, у вас сейчас голова заболит, и у меня что-то уши заложило, вот такое состояние было, а потом вроде как отошло все, ну, в общем, буду лечиться, конечно, я надеюсь, все наладится, настроится, я девочке кофты свои постирала, сегодня их утром отпарила, но, конечно, я не делала МК, и не фотографировалась, не в таком, девчат, состоянии, состояние такое бледное, как поганка, но нехорошее, отойду немножечко, пройдет вот это все, и тогда я выпущу два МК по двум кофточкам, а для Кристины, для Кристины, девочки, я завязала вчера, я же хотела в бегоне, и потом что-то она мне не пошла, вот по этой вот, юбочку, долго не показываю, потому что Ютуб, не знаю, как отреагирует, я потом выставлю ее в сообщество, юбку солнца делаю, завязала платье, ну вот немножко, как бы оно ширковатое, видите, но будет юбочка солнца, вот так, вот видите, здесь, вот такой рисунок, как же вам показать, девчонки, вот такой рисуночек, вот, вот ананасики, видите, вот ананасик, вот ананасик, вот, сейчас я уже начинаю, вот второй ананас, первый ряд ананасов вывязала, второй, я от юбочки, от юбочки, начала вязать ананас, ну, многовато набрала, надо было вот так аж набирать, а так, думаю, дитё быстро растёт, девчата, лето, она уже, вот, считай, поллета и нету, поэтому пускай останется, если что, я потом свяжу ещё одну поменьше, а может быть, юбочкой оставлю, а поменьше свяжу платьицам, пряжу взяла, пряжу, вот такую, девочки, пряжа шикарнейшая, здесь на 100 грамм, 380 метров, так, калориям скажу, 11630, смотрите, какой вот цвет, вот сейчас передаёт, прям вот, пыльная, наверное, роза, то, что есть, нежный, нежный, красивенный цвет, это 100% хлопок, девчата, накосоларе, вот так, вот такой вот, ну, буду потихонечку вязать, потому что просто, просто лежать или сидеть, я не могу, девчата, я не могу, для меня это тяжело, чем-то же заниматься-то я должна, болеешь, не болеешь, но руки должны работать, поэтому я буду вязать, мои хорошие, второе платье сделаю поменьше, вот это провяжу, и всё потом расскажу и покажу, ну, вот я вам сказала, девочки, меня не теряйте, я думаю, что завтра, что завтра у меня пришла посылка, Василек, я даже, даже не, никуда не рыпалась поехать за ней, да пришла ещё не на мой СДЭК, а на Днепровскую куда-то, далеко это, далеко, нужно будет брать такси, но не в таком состоянии, там она, по-моему, до 17-го, что ли, числа, и главное, звоню туда, звоню туда, хоть бы курьер принёс, я бы оплатила, даже курьера, никто трубку не поднимает, как они работают странно, вообще трубку не берут, вот к ним надо ехать обязательно, ну и ладно, вот видите, я вся мокрая, опять же, мокрая, прям вот пот с неградом, льёт и всё, поэтому, девчата, я пожелаю всем-всем здоровья, меня не теряйте, как только мне станет лучше, мы будем встречаться, я никуда от вас не уйду, не денусь, а всем-всем самого наилучшего, девчонки, берегите себя, здоровье самое-самое главное, вот, и всем пока-пока, пока.